Добрый вечер, дамы и господа. Я тысячу лет просто не делал никаких видосов. Я это прекрасно знаю. У меня была... В общем, я был занят, у меня была депрессия. Сейчас я как-то из неё вышел, из этой самой депрессии. И видос, который я сейчас записываю, кажется, на фоне всех тех вещей, которые происходят в мире, не настолько актуальны. То есть я должен был бы говорить про какую-нибудь Надежду Савченко или там ещё, не знаю, про отрубленные детские головы. Кстати, я записывал такие видосы, но их не выложил в сеть, потому что мне было что-то лень. То есть у меня, когда я записывал, кончилась батарейка, переписывать было лень, поэтому я ничего не выложил. А видос, который я записываю сегодня, он такой лёгкий, беззаботный. И связан он с Фоломкиным и с Толяном. Вот вы знаете, что Фоломкин не отстаёт от Толяна. Очень много видео уже сделал, посвящённых этому самому мудацкому Толяну. Я для этого специально зашёл на канал Толяна, чтобы посмотреть, чего же этот осрат... То есть я когда-то очень давно этого Толяна немножко посмотрел. Это было впечатление старое, сейчас я решил его обновить. Я зашёл на канал и услышал огромное количество слов сорняков, совершенно не смешное что-то, унылая морда. Фоломкин для меня, то есть если их сравнивать, то Фоломкин действительно смешной, он прикольный. Он даже изобретает какие-то свои слова, у него есть какой-то свой особый внутренний сленг. Вообще он более артистичный, то есть без всяких вопросов. Толян – это унылое говно, которое из года в год делает одно и то же, уныло обозревает какие-то продукты и клянчит бабки. Кстати, я обратил внимание на то, что интерьёр, в котором снимается Толян, он практически идентичен тому, который был до так называемого отъёма квартиры, отжатия квартиры. Так в какой же квартире он, блин, живёт? И не было ли всё это каким-то диким фейком? В общем, очень всё это странно. 60 тысяч подписчиков этого самого странного Толяна, я не знаю кто, какие надо иметь мозги, чтобы вообще уважать этого человека, чтобы его смотреть. Это для меня просто действительно загадка. Фоломкин для меня – это человек, который действительно обладает артистизмом, которого я регулярно смотрю и ставлю ему лайки, если вы обратили внимание. Вот. Поэтому, ну всё, наверное, что я хотел сказать, просто это несопоставимые вещи. И хотел сказать, смотрите канал Фоломкина, он действительно крутой. И я вижу за ним какой-то потенциал на самом деле. Может быть, он вам кажется очень унылым кому-то, но в этой унылости это не совсем та унылость Толяна, который вообще не улыбается. Он такой, какой-то, блин, я не знаю, после этого, кто вообще захочет жрать эти продукты, которые Толян пробует. Они могут вызвать только рвотный рефлекс. То, что Фоломкин вцепился в Толяна, ну, это как бы проблема Фоломкина, да. Он мог вцепиться в кого угодно. Это вообще смешно просто, да. Относительно того, ну, как бы серьёз рассматривать все эти вещи. Также я хочу сказать ещё раз, что я поддерживаю на 100% Кролика Блэка и Ильдара, что они просто за последнее время очень сильно взлетели в моих глазах, потому что они делают настоящее хорошее фрик-шоу. Когда я говорю фрик, для меня это знак плюс, а не знак минус, потому что таких талантливых людей в интернете на самом деле очень мало. Недавно я посмотрел в «Званом мужа» ни одного мудака, даже не хочу его пиарить, в общем, блогер, который имеет больше подписчиков, и чем, соответственно, Фоломкин, и чем Ильдар. И это, конечно же, абсолютно безумие, потому что он просто бездарен. И таких бездарностей полно, просто полно, но их история просто выбросит на помойку. А таких людей, как Ильдар, Кролик Блэк, Фоломкин, история, как ни парадоксально, я вас уверяю, что она сохранит. И для этого я приложу некоторые усилия для того, чтобы история их сохранила, потому что некоторые инструменты записи в истории, в общем-то, я ими могу воспользоваться. Вот так вот. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Олег Маврамати.